Приветствую вас! Давайте попробуем разобрать ваш вопрос так, как вот вы его пишете. Интересует поведение конкретного мужчины, который нравится давно. Ну вот здесь сразу надо оговориться, что понимаете, психолог, он вообще работает с теми людьми, кто обращается именно к ним за помощью, то есть вот вы, например, обратились к нам за помощью, допустим, и я, например, или мои коллеги, безусловно, могут вам помочь. Понимаете, мы можем вам помочь, но только в том, что касается вас. Понять поведение другого человека, это все-таки больше, наверное, к изоферикам, это больше, наверное, к предсказателям. Психолог, он все-таки не анализирует поведение другого человека, потому что он его не видит, а знает о нем, о поведении, ну, о этом человеке только, например, с ваших слов. А это не есть объективное восприятие, поэтому психолог изначально такими вещами не занимается. Но я просто хотел вас предупредить, но если вы пришли к нам с этим вопросом, естественно, я постараюсь вам на него ответить. Вы говорите, значит, мужчина вам нравится давно, но приходится скрывать. Он, думаю, догадывается и боится. Вы знаете, получается такая ситуация, на мой взгляд, я бы не сказал странная, я бы сказал довольно-таки интересная. То есть вам приходится скрывать, что вам нравится мужчина. Сразу вникает вопрос, почему вам приходится скрывать? Вот, нравится вам мужчина? Нравится, если он вам. Ну так, дайте ему об этом знать. Покажите ему, что он вам нравится. Дайте ему об этом понять. В конце концов, вы можете совершенно спокойно его, допустим, просто пригласить куда-нибудь. Даже не как своего мужчину, если не хотите, вот так. А просто хотя бы даже как друга это можно сделать. И в этом не будет ничего. предрассудительного для вас. То есть, понимаете, вы говорите, что приходится скрывать вам то, что вам нравится мужчина, но при этом не говорите, почему вам приходится скрывать. А ведь это очень важно. Вы, по сути дела, себе не позволяете быть собой. Понимаете? В этой вот ситуации как раз. И если вы не позволяете себе быть собой, то вы ведете себя как раз-таки неестественно. А если вы ведете себя неестественно, то отсюда возникают всякие казусы, всякие там неприятные моменты и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, вы прямо уверены в том, что он боится. Простите, а почему вы в этом так уверены? Простите, а почему вы считаете, что он боится? Какие у него основания для того, чтобы бояться? Вообще так говоря, с чего вы решили, с чего вы взяли, что он боится, чего-либо. Особенно если он уже расстался с девушкой. Вот чего боится мужчине, который расстался с девушкой уже, и который вроде как свободен, да, и может совершенно спокойно проявлять свои чувства, ну, например, к другой девушке, то есть к вам. Вот непонятно, чего он боится. Может быть, вы обрадываете так, или даже не обрадываете, а объясняете так себе, себе именно его вот поведение. Так вот, если вы говорите, вот он, например, он не проявляет ко мне внимания, не проявляет ко мне вот той активности, которую я от него, например, хотел бы получить, а именно по тому, что боится. То есть вы его страхом объясняете его поведение. Но при этом не допускаете, что могут быть какие-то другие моменты, другие моменты, другие обстоятельства, но никак не страх. Взрослого, зрелого мужчину. То есть здесь, и как вы, я надеюсь, меня поняли, есть несколько важных аспектов. Первый важный аспект, это аспект, почему вам приходится скрывать это. Вы говорите, что приходится скрывать. То есть вы говорите, что приходится, вы как бы снимаете в себе ответственность за то, что вы делаете. Вы говорите, что мне приходится. То есть это не вы скрываете, это вам приходится. Сразу происходит такое вот избегание. Сразу происходит избегание. Избегание ответственности. То есть это не я скрываю, это мне приходится. Понимаете? Это тоже не есть хорошо для вас. Это тоже не есть здорово именно в контексте вот выстраивания ваших отношений вообще с кем-либо. Не только с этим мужчиной, а вообще с кем-либо. Если вы скрываете, то нужно всегда знать, во-первых, почему вы это делаете. Во-вторых, нужно быть честным с собой и сказать тебе, что я скрываю, потому что, например, я этого хочу. Или я скрываю, потому что я не вижу другого выхода. Или я скрываю для того, чтобы добиться какого-то результата. То есть необходима причина для того, чтобы, ну, скрывать. Понимаете? А это причина, если и есть, то вы подаете ее так, как будто вы, по сути, еще раз повторю, от вас ничего не зависит. Понимаете? Вы ведете себя так, вот, в своем, ну, в своем сообщении, да, что от вас как будто бы ничего не зависит. Это вот тоже не есть хорошо. Это не есть правильно. То есть здесь, на мой взгляд, происходит следующее. Вы не несете ответственности за себя полностью, но берете ответственность за другого. То есть вы решили за мужчину, что он боится чего-то там. Это вот в данном аспекте ваше поведение. И оно не является правильным, потому что нужно нести ответственность за себя, а другим людям позволять самим самостоятельно делать свой выбор. Это вот нормально. Далее, пересекаемся на работе, по работе редко, личного общения нет. Он часто наблюдает, чувствует свой интерес и притяжение. С этим все понятно, в последние дни он себя странно ведет, проведу пример. Значит, интересно, вы сказали вещи. Значит, вы пересекаетесь с ним по работе, и видите, с ним редко очень. Личного общения нет. Но вы знаете, что он испытывает к вам симпатию. Вы это знаете. У вас прям вот есть доказательство того, что он вам симпатизирует. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. А с этим, допустим, мы спорить сейчас не будем. Вот. Вы действительно можете чувствовать, что мужчина к вам проявляет симпатию. Но. Давайте так. Если у вас нет личного общения, если вы чувствуете только от него притяжение и интерес, только от него, от него только, то непонятно здесь, что с вашей стороны. Вот именно здесь непонятно, что есть с вашей стороны, что идет, что идет с вашей стороны. У вас, например, что? Симпатия или, значит, любовь может быть. Что-то еще может быть. Что у вас к нему. Об этом вы не пишете, а это очень важно. Понимаете? Это очень важный момент. Потому что, если вы говорите о другом, а вы говорите пока о другом, то вы не говорите о себе. а помочь вам вот так и так, чтобы это было, ну, правильно, чтобы это было правильно именно. Можно только, если говорить с вами о вас, а не о другом человеке. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот чувствуете его, значит, интересы и притяжения, сразу я вам переадресовываю вопрос. А что чувствуете вы? Вы сами что чувствуете? Вы сами чего хотите? И что вы делаете для того, чтобы это получить? То, что вы хотите, что, в принципе, нормально. Вот, например, нравится вам мужчина, да, я уже сказал. Допустим, нравится вам мужчина. Ну, возьмите и проявите к нему свою симпатию. В этом нет ничего плохого. Как я уже сказал, пригласите его куда-нибудь, и так далее, особенно если вы чувствуете его интерес и притяжение. Правда, здесь тоже нужно уточнить притяжение, кого к кому, кого к кому вы чувствуете. Вот. Тем не менее, вы говорите о том, что с этим все понятно, и, значит, по пении бароней мужчина ведет себя в страст. Далее вы описываете две ситуации, которые он вас игнорирует, я их читать не буду, они понятны. Вы спрашиваете, как это понять? Не хочет общаться ближе ввиду обстоятельств или мешает, или может быть, что-то другое. Не хочет общаться ближе ввиду обстоятельств. Интересно, а какие обстоятельства? Понимаете, аноним, вот вы говорите, обстоятельства, а какие обстоятельства? Что это за обстоятельства такие, которые вашего мужчину, да, стимулируют к тому, чтобы он с вами не общался? Действительно ли это серьезные обстоятельства? Это нужно разбирать. Вы говорите, вы, точнее, не говорите, а спрашиваете нас. Не хочет общаться ближе ввиду обстоятельств, но мы не знаем этих обстоятельств. не зная обстоятельств, как вам можно сказать, важны они или нет. Или, например, не зная человека, вашего, ну вот, этого, этого, мужчину, как можно сказать, имеет для него это значение или нет? понимаете? И вот, этот вопрос, он по сути обращен, вот знаете, никуда. Потому что на него нельзя ответить. Он ответ информации. Но, я вам скажу в очередь, если мужчина общается с вами так, точнее, не общается с вами, значит, его что-то обидел. Значит, вы как-то, чем-то его задели, как-то, чем-то вы его, ну, я не знаю, зацепили, как-то, чем-то вы его оскорбили, может быть, ну, и так далее. И вот, ему как раз это не понравилось. У него как раз это вызвало негатив. И если вы ничего не делали вообще, а я понял так, что вы вообще ничего не делали, то, если ситуация такова, то я думаю, что дело здесь в ожиданиях. Он ожидал чего-то от нас, вы этого не сделали, и из-за этого у него такая реакция. Он ожидал, что вы будете действовать, там, ну, определенным образом, он ожидал, что вы будете, может быть, поступать определенным образом, он ожидал, что вы будете, как-то, вот, реагировать, может быть, определенным образом, и так далее. А вы не стали этого делать. И в результате он переживает сейчас не что иное, как разочарование. Вы не оправдали его надежды. Именно отсюда такая вот его реакция. Вот это можно сказать однозначно. А то, что вы здравствуйте, не зная вас, не зная его, и не зная обстоятельств, нельзя ответить на ваш вопрос. Это было бы очень безответственное безответственное точное зрение, которое не имеет ничего общего с профессионализмом. К сожалению. Вот. Далее. Почему мужчина ведет себя таким образом, когда ему нравится женщина? Ну, мужчина ведет себя таким образом, потому, что она для него важна. Она для него важна, она ему не предотвечна, и отсюда есть эмоциональная реакция на человека. То есть небезразличная какая-то симпатия, какое-то отношение всегда порождает вот собственно подобное отношение, подобную реакцию. То есть человек ведет себя так, потому, что вы ему небезразличны. Если бы ему было все равно, например, он бы себя так не вел. Это определено. Он бы вел себя как-то по-другому. Скорее всего, ему было бы вообще просто плевать на то, что происходит. Именно потому, что вы ему нравитесь, именно потому, что вы ему симпатичны, он себя вот так и ведет с вам. Вы ему нравитесь, он себя так ведет. Если бы вы ему не нравились, он бы себя так бы не вел. Да, это поведение негативное, да, это поведение деструктивное, но, тем не менее, это говорит о том, что он от вас, ну, например, чего-то ожидал. И да, никто не говорит о том, что вы должны обязательно обрадовать его ожидания, я, безусловно, этого сказать не хочу, вы должны обрадовать его ожидания, но то, что они были, то, что они не оправдались, это совершеннейший факт. Далее вы пишите следующее. Ходит он специально так проверить ситуацию, проверить реакцию на такой своеобразный игнор. Опять же, понимаете, может, это гадание. Даже если так, даже если так, то у мужчины в любом случае это должна, должен быть стимул для этого. Он должен это для чего это делать. Если он проверяет вас на реакцию в результате игнора, то для чего он это делает? Он делает это чтобы что. А значит вы ему не безразличны. Понимаете? Понимаете? Вот такая ситуация здесь у вас вырисовывается. По вопросу пока не защитка по дополнению, а по вопросу вашему я могу сказать, что вам в большей степени нужно ориентироваться на то, почему вы зажаты сами. То есть, не почему зажат человек, у него там могут быть свои причины для этого, а почему зажаты вы? Почему не можете сказать о том, что он вам нравится, например, вы? Вот вы почему не можете сказать, он вам нравится, например? Вот об этом нужно думать. Почему, например, вы говорите о том, что вам приходится скрывать свои чувства? Именно приходится, говорите вы. То есть, почему вы избегаете ответственность за себя, но при этом берете эту ответственность за других людей. Вот с чем подобная реакция ваша связана? Понимаете, вот это очень важно, очень важно, чтобы вы вот эти аспекты проработали для себя, хотя бы, хотя бы для себя. Очень важно, чтобы данные моменты вы продумали. Они правда достаточно важны. А вы пока думаете, ну, вообще-то немножко о другом. То есть, о том, что от вас в общем и в целом не зависит даже. Вот пока вы думаете об этом, у вас не будет никакого прогресса. Далее, вы пишете дополнения, он не знает, отношений нет, полгода назад общался с коллегами и сказал очень громко, значит, что я стала тут девочкой, я была в той комнате, но не близко. Довольно комично получилось. Уважаемый аноним, скажите мне, пожалуйста, а что такого комичного вы увидели в этой ситуации? Мужчина вам, ну, вот, с учетом того, что вы сказали, с учетом того, что вы написали, да, мужчина вам практически прямым текстом, практически придет понять, что он свободен и что, в общем-то, с ним можно выстраивать отношения, да, но вы его, по его мнению, заметьте, не по моему мнению, по его мнению, вы его проигнорировали, вы не сделали никаких шагов по отношению к нему, хотя вы говорите, что вы замечаете его взгляды и так далее, и так далее, да, он не сделал первый шаг, он действительно не сделал первый шаг, хотя, хотя, по-хорошему он должен был это сделать, но он не сделал первый шаг, вот вы для себя и решите, вас устраивает то, что мужчина не делает первые шаги, вас устраивает, что мужчина ждет от вас какой-то инициативы, вас устраивает, что мужчина как бы на вас перекладывает ответственность, опять же, за отношения, вот об этом постарайтесь подумать, потому что видите ли, видите ли, какая ситуация и в чем дело, это напрямую то, что он делает, напрямую сталкивается с тем, какой вы видите свою позицию, именно свою позицию в отношениях, то есть, если вы видите свою позицию в отношениях одним образом, определенным образом, то это один момент, один момент, если вы видите свою позицию в отношениях другим образом, я имею ввиду, если вы видите свою позицию в отношениях, скажем, более активную, для вас подобное ничего разного не несет, то есть, ну да, ну вот мужчина, вот он и делает первый шаг, ну и что, ну и что, ну вы просто-напросто принимаете его такой вот первый шаг, принимаете на себя первый шаг, и все, то есть, проблем с этим вообще не возникает, не возникает, но ведь может быть и такая ситуация, что вам неприятно, что мужчина первый шаг не делает, когда возникает вопрос, а зачем вам этот мужчина, понимаете, что заставляет вас, например, например, думать о нем, там, стремиться к нему и прочее, но ведь что-то же заставляет, и вот о своих мотивах, о своей модели женского поведения и о своей позиции в отношениях с мужчиной, я рекомендую вам подумать. Это очень тоже важные все вещи, без которых вот то, что вы спрашиваете, никакого значения вообще не имеет. вы хотите определенности в этой ситуации. Я вас понимаю, я понимаю вас, что вы хотите определенности, понимаю вас довольно хорошо, но определенность эту вам нужно создавать самостоятельно, понимаете, не ждать того, что кто-то вам ее создаст, не ждать того, что мужчина, например, создав вам эту определенность, или психологи создадут эту определенность, а самостоятельно брать ее себе создавать. Как? Для начала отходить на вопрос, почему вы за все время знаете этого мужчину и он вам нравится, не сделали никаких шагов к тому, чтобы наладить с ним хотя бы близкое общение, личное общение. Помните, я задавал вам вопрос что вы к нему чувствуете, что вы к нему ощущаете, да, что у вас цитата, любовь и так далее. Так вот, я прочитал заголовок вашего сообщения о том, что он вам нравится давно. Но нравится давно это не обязательно чувство. Это может быть и привычка, это может быть и проекция вашей каких-то желания, желания на реальный мир, на реального человека и так далее. Чувства порождают желания, желания порождают намерения, намерения порождают поступки. Так вот, исходя из этой цепочки, пожалуйста, подумайте, что вы можете сделать сейчас сами, и не боитесь ли вы получить обратную связь, за их и боитесь, то чего вы боитесь? Отдаёте ли вы себе отчёт в том, что страх не делает человека свободным? Страх наоборот, заковывает человека. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!